друзья сегодня просто топовый контент в общем пойду я изучать территорию данного порта хаммерфал это очень старый норвежский порт здесь грузим обычно доломит такие вот красоты здесь пройдемся по зданиям сходим вон туда в те катакомбы я думаю будет много чего интересного полное видео будет у меня на youtube канале друзья вот сам элеватор которого у нас будет погрузка осуществляться их тут на самом деле два вот сам доломит что он из себя представляет может быть камера не передает в общем он поблескивает то есть кристаллообразная форма в общем используется он в химической промышленности также изготовляют огнеупорные материалы в металлургии и помимо этого даже для борьбы с насекомыми правда не знаю правда нет ну по крайней мере в википедии так сказано вот видим на тоже горы голами доломита принципе добыча идет в этом районе до раскопки идут эти все катакомбы они как раз введут туда сегодня пойдем посмотрим изучим более подробно откуда все-таки берет начало ну ребят в общем находимся на причале давайте степ-б-степ исследовать в общем спустимся сначала вниз посмотрим что там есть у нас у меня задача вообще найти пресную воду ходили искали один шланг только есть но непонятно для чего он не похож на пресную воду в смысле то что тут пресная вода пойдет скорее всего воды мы здесь не возьмем только в следующем порту катер спасательный даже есть висит на слингах аж прямо на драйон и до блеска сверху майнается там видно лебедка и все и поехали кранцы вот такие из грузовых автомобилей старые колеса используют сам причал да как выглядит снизу он еще достаточно свеже выглядит некоторые моряки оставляют заметки он судно вилсон обычно пишут еще дату здесь я не вижу судно дата кто писал что потом вернуться через лет 10-20 посмотреть снова то что ты сделал когда-то тут у нас распорки вот такие деревянные стоят даже на удивление зачем-то эти дерева все равно конечно должно присутствовать всегда небольших количествах она всегда необходимо так дальше куда идем следом вот это здание сегодня никого нет поэтому есть возможность походить посмотреть здесь погрузка обычно очень быстро 7 часов 5700 тонн грузят вот сама лента которая еда по ней груз едет сегодня тоже обратил внимание вот на эти фанерки никому не напоминает детство я почему-то сразу же вспомнил вот это здание тоже выглядит конечно она очень-очень печально лет 50 точно ему мусорный бак но в норвегии кстати даже в самых отдаленных 3 нападу на меня нападает какая зараза придется ее сейчас немножко не дает снимать зараза вот тут жилые дома имеются понимаю возможно здесь работники отдыхают потому что город ближайший не так близко находится смотри атакует меня где-то у него тут гнездо сегодня концы тоже тягали пыталась нас отогнать ну вот справа мы пойдем налево да как я говорил стоянка автомобилей рабочих судя по всему здесь народу живет не так уж мало вот такие трудовые лошадки хайлюкс мазда форд митсубиши тойота нет тоже митсубиши тойота нет такая вот здесь парковочка тишина никого нет вообще глухо слышу где-то ручей бежит так ну ладно мы с вами пошли с другой стороны я думаю будет правильно отсюда конечно же двигаться сразу напрямую катакомбам для норвегии это нормально никого в охране нет здесь обычно никаких краж не происходит люди друг другу доверяют еще один ангар с доломитом они обычно вот так ну здесь как хранение его идет здесь какой-то крупного ты по-моему должен быть помелче помельче возможно его еще обрабатывают ангаров много тоже машина что за машина подойдем посмотрим тут же заправка у них своя имеется что за транспорт грузовой над на скорее всего скорее всего что блин ребят фиг знает что он делает конкретно не понимаю вот эти как сборники у машины голову не приходит по крайней мере в работе данный транспорт не видел то что он поднимается это ясно человек может стоять управлять какая функция его основная ясно реле ребята иди на механика будешь все знать стал судоводителем стал знать еще больше так вот элеватор будем направление откуда у нас груз тянется весь этот транспорт конечно же задействован для добычи для какой-то работы связано именно с доломитом все производство на этом и сосредоточено о блин просто смотрите как далеко уходит лента достаточно такой крутой спуск нос нашего судна торчит сегодня достаточно холодно да судя по всему ребят вот это все здесь очень много было конечно же доломита то есть вот он начинался отсюда города она живет видите идет на же не сразу вот так вот отсекается то есть она шла вот где-то здесь вот заканчивалась тут начиналась добыча вы сможете представить сколько уже времени добывается это все друзья где еще увидишь такую красоту как не в норвегии вы посмотрите вот так круто и объемы работ выполняются сейчас спустимся туда вниз самый метров пройти так 200 обойти вот они доломитовые камни какая красота просто офигенно причем они добывают как-то все точечно да эти отверстия тоннели проделаны я так полагаю здесь как бы этажами у них вот идет добыча так 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 по ходу легче добывать этот груз я могу сказать точно здесь надо как минимум в каске ходить вообще желательно ездить на транспорте потому что камушек один упадет и все тю тю пойдемте внутрь заглянем что там у нас находится как большой паркинг для автомобилей только в викинговском варианте ну кстати вот по поводу западения камней эти сетка натянута все защищено потому что здесь машины постоянно ездят чтоб не было инцидента эх красота что то здесь как-то пыльно запашок кстати запах напоминает мне когда-то мы взрывали карбит прямо так я вспоминаю детства мы взрывали бутылках его ребят просто круто пещеры представляете какая масса сверху давит вообще просто жесть труба какая-то желтая большая идет возможно по ней ну лента то вряд ли что скорее всего вода наверное какая-то сточная ходит все дальше уже становится очень темно ничего не видно сейчас еще направо зайдем посмотрим пыльно здесь вероятно не так давно закончили работать либо 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 просто пыльно и без людей ребят честно объемы конечно поражают теперь понимаем вот те которые окна да там идет второй третий четвертый этаж дальше там заезды есть одинокий трактор в темноте его не видно в общем отсюда я выхожу пойдемте дальше посмотрим в норвегии не только нефть но и много полезных ископаемых других многие говорят что они богаты именно из-за нефти я думаю что не только меня вот спрашивают зачем ты в горы лезешь это все потому что я вырос на равнине мы гор то толку мы не видели в моем городе ведь реально все равничком там ну есть там пару мест где катаются на бордах на лыжах так чтобы выйти из дома и сразу перед тобой открывались вот такие красоты в виде гор не было такого естественно хочется это восполнить таким образом имеется возможность почему нет пойдемте посетим еще один вход самый нижний видите отводится вода сюда а вроде гора да вода в любом случае зима снег соответственно накапливается за сезон потом ее надо убирать ну в общем ребят там вообще темно ничего интересного пойдемте еще по зданиям пробежимся которые я не прошел уже на причале подведем что интересного из техники есть еще ребят возвращаясь хотелось бы добавить представляете какие здесь деньги просто миллионы кто-то молодец организовал это все создал эту компанию по добыче не знаю еще на одну человеческую жизнь как минимум хватит сто процентов у меня сегодня вообще птицы нападают что же они меня так не взлюбили то тут же постоянно вроде движ каждый день чем-то я не понравился может моя кепка не так выглядит подбираемся уже к нашему причалу зайдем еще в это здание с красной крышей вот здесь трап здесь у нас естественно идет груз под этим закрыто ну наверно суровые времена года этот снег этот в принципе груз ни дождя ни снега не боится в любом случае они защищают в общем в тупик я попал сейчас будут слезать так тут что у нас тут хлам какой-то старый прибор для чего не ясно вы уж извините ребят но много чего не ясно ничего не поделаешь тут что у нас деревянные палеты в мешках с бирками это пробы груза то есть когда груз грузим обязательно по окончанию вот подобные мешки выдаются возможно какие-то записи я не знаю слушайте можно нарды сделать нам как раз на борту они нужны двигаемся дальше к воротам приходите в мой дом мои двери открыты буду песни вам пить вином угощать блин мне все напоминает детство а вот эти окна так вообще деревню напоминают вон представляете они еще деревянные везде уже стеклопакеты а здесь нифига пойдем посмотрим что тут а тут ребят давным давно походу были кровати очень похоже на это уже давно здесь никто ничего не делал ящик возможно здесь какие-то ключи хранились так а что тут бочки а бочки масла ну либо мазут не знаю вот такая вот комната еще петли походу это вообще комната пыток ребят для норвежских викингов сейчас еще раз это здание с другой стороны обойдем посмотрим что там есть кстати здесь в этом здании противовес для чего-то да возможно какая-то штука да поднимается может быть регулирует какое-то направление этого груза блюдо что ж ты сегодня меня так полюбила то а зараза ты такая не дает она мне подобраться к этому зданию и все в общем ребят ладно в этом здании я думаю ничего особенного нету не будем беспокоить животных пойдем на мостик заниматься делами штурманскими сильно время позднее даже живность реагирует не очень позитивно нападает расседается ну все ребят всем пока